Каждую среду в студии телеканала Самарагис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен годом педагога и наставника. Миссия года – признание особого статуса педагогических работников. Какие традиции наставничества действуют в системе образования городского округа Самара? Кого в Самаре сегодня называют учителями с большой буквы? Какие мероприятия пройдут в городе в рамках года педагога и наставника? В нашей студии Ольга Фурашова, заместитель руководителя департамента образования администрации городского округа Самара. Ольга Владимировна, здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу студию. Итак, 2023 год, вот как и объявляли в анонсе, объявлен президентом России годом педагога и наставника. И миссия года – это признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих вот такую наставническую деятельность. На телекомпании «Самара ГИС» стартует акция «Опыт, знание, поддержка». И вот с точки зрения вас, как эксперта, какие традиции наставничества сегодня действуют в системе образования городского округа Самара? Ну, говоря о профессиональном наставничестве, мы имеем в виду поддержку и сопровождение молодых педагогов, которые приходят после обучения в ВУЗе работать в школу, да, по их адаптации на новом месте работы, по их самоопределению, выбору траектории дальнейшего профессионального развития, ну и, конечно же, по обоснованию в педагогической профессии. Вот в городском округе Самара в настоящее время около 800 молодых специалистов в сфере общего образования, включая и школы, и детские сады. За каждым молодым специалистом в течение, как правило, трех лет после того, как он пришел работать в школу, закрепляется наставник, который сопровождает всю его деятельность. Этим наставником может быть учитель-предметник, который помогает в становлении учителя именно в области своего предмета. Этим наставником может быть любой учитель-предметник, как классный руководитель, если у молодого специалиста есть такая функция классного руководителя, да. И вот если мы говорим о цифре 800 человек молодых специалистов, и за каждым закреплен наставник, то мы можем приблизительно представить, какая большая армия наставников, да, у нас в городском округе Самара существует. Но прежде всего, конечно, реализуется в Самаре традиционно личностное наставничество. Это наставничество, о котором я уже сказала, в первые три года. Возможно, и меньшее количество времени понадобится наставник молодому специалисту. И в практике были такие случаи, когда молодой специалист уже спустя два года после того, как он пришел работать в школу, уже сам может выступать в роли наставника по отношению к другим молодым специалистам. Как бы такие варианты были у нас. Здесь еще нужно сказать о командном наставничестве. Это что такое вот интересное? Это очень, да, такое новое современное направление наставничества, которое активно у нас реализуется в городском центре наставничества. В городе Самара функционирует 13 стажировочных площадок этого городского центра наставничества, на базе которых осуществляется наставническая деятельность целыми командами опытных наставников. Это работа именно вот по адаптации, по включению педагога вот в эту траекторию, вот в эту профессию. Да, причем хочется отметить, что наставник на самом деле необходим не только молодому специалисту, но и бывает специалист, который, ну, например, на каком-то этапе своего профессионального развития освоил какое-то новое направление в образовании. Да, и несмотря на свой возраст, так как он является все-таки в начале пути по этому направлению, ему тоже необходим наставник. Ну, например, долгое время учитель работал в школе, просто преподавая предмет. И отработав там сколько-то лет, 10-15, он вдруг стал классным руководителем. И в этом качестве этот сотрудник вновь себя ощущает, да, он начинающий, да, в качестве классного руководителя. И здесь, конечно, ему тоже необходим наставник. Ну, и здесь вот еще важный момент, наверное, это и помощь, вот вы сказали о том, что иногда даже опытным педагогам нужна помощь, помощь в освоении каких-то технологий. Вот мы помним, когда была эта ситуация с ковидом, учителя оказались вот в сложнейшей ситуации, им нужно было работать онлайн. Это непросто. И здесь, наверное, вот молодой, допустим, преподаватель информатики, он может оказаться наставником для более опытного, как учителя, более опытного учителя, но менее опытного вот в информационных технологиях своего коллеги. Он ему поможет, вот объяснит, как с этим работать. Потому что понятно, что обучают, но обучать и вот работать ежедневно, вот здесь, наверное, как раз та самая ситуация и складывалась. Да, конечно. Потому что здесь вот этот момент на самом деле важный. Кстати, знаете, о чем хотел спросить? А такая система, когда учитель становится наставником ученика в части вот его подготовки, скажем так, к профессии педагога, вот такая система есть? Ну, вот простой вопрос к вам лично. Вы как стали учителем? Каким образом вы пришли в профессию? Что вас туда подвигло? И кто? Ну, свой осознанный выбор профессии я сделала в восьмом классе. И большую роль в моем выборе и в определении моем дальнейшем сыграл первый мой учитель химии, Надежда Борисовна Чечина. Она же директор школы номер 43. Для меня Надежда Борисовна открыла мир химии. Она была для меня образцом подражания и как учителя, и как руководителя. И как человека, естественно. И как человека, конечно же, да. И буквально с первых уроков ее я приняла решение, что я буду учителем химии. Вот так вот. Но выбор педагогической профессии был осуществлен гораздо ранее. То есть вы уже сразу, на каком-то этапе, еще раньше осознали, что вы хотите стать педагогом. Да. Вот сейчас, ну, вот аналогичные случаи бывают. Вот есть учителя, которые заранее подмечают и видят, что вот этот мальчик или вот эта девочка, пожалуй, они могут пойти по моим стопам и через какое-то время прийти в мою же школу и работать со мной плечом к плечу. Вы знаете, да, наверное, есть. Потому что задатки педагога, они, опытный учитель, он всегда их увидит в ребенке. Вы сейчас тоже видите? Вы сейчас тоже видите? Общаясь с детьми, да, конечно, да. Как правило, это стремление. Стремление поделиться своими знаниями. Стремление поделиться своим опытом. А у учеников тоже есть свой опыт в каких-то вещах, да. Это стремление участвовать в том, чтобы изменить этот мир через воспитание подрастающего поколения. В лучшую сторону. Такая мессианская такая, в общем-то, идея на самом деле. Да. Ну и, кстати, наверное, вот желание учиться у своих учеников. Учатся у учителя учеников? Конечно. Конечно. Ольга Владимировна, я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. Он касается вот нашей же темы. Затем продолжим нашу беседу. Очень интересно. Спасибо. Они учат уважению, любви к ближнему, вкладывают нравственные понятия в души своих учеников, а старшеклассникам помогают вступить во взрослую жизнь. Талант учителя заключается в умении передать знания другому и делать трудные вещи легкими. Год педагога и наставника, объявленный президентом страны Владимиром Путином, в Самаре начался с заседания общественного совета по вопросам образования под руководством главы города Елены Лапушкиной, на котором наметили планы на ближайшие месяцы. На плечах учителей и наставников лежит непростая задача. Помимо морально-нравственных ориентиров, они должны дать качественное образование. Грамотные специалисты – залог успешного развития города и региона. В 2023 году в Самаре пройдут конкурсы профессионального мастерства, форумы и семинары, направленные на повышение престижа профессии педагогов, информационные и медийные проекты. План действительно насыщен. И несмотря на то, что мы сегодня встречались с педагогической общественной, с членами Совета по образованию, конечно, план не только про учителей. Речь идет про наставников производственным, речь идет о наставниках здравоохранения, многих-многих других. И, в общем-то, мы постарались сделать такой межведомственный план, который будет поднимать и престиж учителя, но и, безусловно, престиж наставника. Для учителей важно не только дать знания ученикам, но и помочь им сориентироваться в жизни, определиться с выбором будущей профессии. В рамках федерального проекта при 18 самарских школах созданы педагогические классы. Идея рассчитана на учащихся 10-11 классов и призвана заинтересовать школьников учительским трудом и вдохновить на поступление в педагогические колледжи и вузы. Я надеюсь, что так оно и будет, что те ребята, которые сейчас обучаются в педагогических классах, понятно, что не 100% пока еще, но они именно будут теми продолжательной педагогической профессии, которые потом пополнят после окончания вуза педагогическое сообщество городского округа Самары. В одном из педагогических классов при третьей школе Самары учится Иван Берестов. Из 17 лет 11 он занимается кикбоксингом. Иван – многократный чемпион России, чемпион Кубка мира 2017 года. При этом увлекается точными науками. Иван еще не определился, какой путь выберет – тренера или учителя физики, но точно знает, что хочет связать свою жизнь с преподавательской деятельностью. Чем трудолюбивый педагог, чем больше он любит своих детей, тем сильнее он заставляет их что-то делать. И дети побеждают с помощью него лень. Участвуют в конкурсах, выдвигаются на какие-то мероприятия. Их жизнь становится очень разнообразной, интересной. И, конечно же, они приобретают какие-то заслуги, опыт, знания. По мнению учителей, не так важно, свяжут ли выпускники педагогических классов свою жизнь с профессией учителя. Главное, чтобы они выросли людьми, умеющими принимать решения и способными нести ответственность за свои поступки. Ольга Владимировна, вот мы посмотрели сюжет. Смена растет достойная. Вот молодого человека, которого мы видели, ну, прекрасный будет педагог, мужчина, спортсмен. Скорее всего, я думаю, будет и преподаватель физики, и преподаватель физкультуры, дай бог. Вот о чем бы хотел поговорить. Кто из великих педагогов работал в Самаре и кого мы сейчас вспоминаем на предметных олимпиадах? Вот я лично, например, когда-то повезло мне, вот бог дал, я учился математике у Курова Владимира Андреевича. И я до сих пор это вспоминаю, я до сих пор этим горжусь. Вот сейчас какие предметные олимпиады в честь вот кого проводятся у нас? Да, я согласна с вами. Владимир Андреевич Куров, известный математик Самарской области, который более 30 лет проработал в школе номер 144. И он был не только учителем математики, он был методистом. И с 1952 года он являлся постоянным членом жюри районной, городской, региональной олимпиады по математике. Он был автором многих сборников олимпиадных задач, составленных специально для подготовки учителей, для проведения факультативных занятий с учениками. И педагогическим коллективом школы номер 144 было принято решение в память о известной математике, в память о его труде, из уважения к его творчеству, организовать и проводить на базе 144-й школы олимпиаду по математике для обучающихся со 2 по 8 классы. Сейчас эта олимпиада уже носит такой, имеет региональный уровень. И входит эта олимпиада в перечень мероприятий, утвержденных департаментом образования. Еще бы мне хотелось сказать о Нине Андреевне Хардиной, которая была дочерью известного юриста и общественного деятеля города Самары в конце XIX века Андрея Хардина. И в то время на такой просветительской волне ею была создана женская гимназия, простите, женское училище, которое впоследствии стало гимназией. И специально для этого учреждения, открытого Нины Андреевны, было построено здание Юлием Иосифовичем Поплавским. И сейчас в этом особняке классического стиля на улице Куйбышева располагается школа номер 15. И ежегодно в октябре в школе номер 15 организуется и проводится международная открытая научно-практическая конференция «Хардинские чтения», которая направлена на формирование интереса учащихся к научно-исследовательской деятельности по вопросам изучения истории родного края, своей школы, по изучению роли личности в истории города. — На ваш взгляд, сегодня кого мы вообще называем учителями с большой буквы? Сколько их учителей с большой буквы и наставников? — Учитель с большой буквы. Вообще, я считаю, что каждый, кто встал на путь учительства, он уже достойен уважения. — Согласен. Согласен, Ольга Владимировна. Вот согласен. И здесь, наверное, даже можно ничего не добавлять, потому что профессия на самом деле святая профессия. — Любовь к детям, стремление передавать свои знания, совершенствовать этот мир через подрастающее поколение. Еще Лев Николаевич Толстой говорил о том, что если учитель имеет в себе любовь к своему делу, то это будет хороший учитель. А если учитель в себе умеет сочетать любовь к своему делу и любовь к детям, то это будет совершенный учитель. — Согласен. Это идеальный, наверное, даже учитель, я бы сказал. И классика здесь можно только поддержать. Скажите, а сегодня как в городе развивается система дополнительного образования? Вот тоже важнейший пласт, который, на мой взгляд, позволяет выявлять в детях таланты, которые есть у каждого ребенка на самом деле, и позволяет их развивать вовремя и помогать выбрать профессию, карьерную траекторию. Вот как это развивается, система доп. образования? — Ну, дополнительное образование — это очень важная составляющая часть всей системы образования городского округа Самара. И в 2022 году охват дополнительным образованием детей составил 85%. И с года в год эта цифра растет. В городе Самара 59 учреждений дополнительных образований подведомственных департаментов образования. Это и многопрофильные центры, и центры технического творчества, и детские школы искусств, и спортивные школы. В них осуществляется обучение по различным направленностям. Художественное, спортивное, краеведческое, социально-педагогическое. И новые направленности такие есть, как робототехника и 3D-моделирование. — Ну, то есть, по сути дела, вот все современные, скажем так, технологии, потому что сейчас, конечно, многие говорят, что необходимо развивать именно техническое образование. Сейчас уже можно начать изучать, будучи школьником, причем школьником даже не старших классов. Я правильно понимаю? — Да. С 2019 года есть такой у нас электронный ресурс, который называется «Навигатор дополнительного образования». Это платформа, в которую могут быть зарегистрированы дети, родители. Они могут зайти, посмотреть, ознакомиться со всеми имеющимися дополнительными программами образовательными. А их сейчас насчитывается в «Навигаторе» чуть более 4 тысяч. — 4 тысячи дополнительных программ. — Они могут выбрать и детские объединения, и учреждения дополнительного образования, где ребенок хотел бы заниматься. И у ребенка есть право на использование персонального сертификата. У ребенка в возрасте от 5 лет до 18 лет этот персональный сертификат позволяет ребенку выбрать и обучаться по какой-то дополнительной образовательной программе. — Она бесплатная, эта программа? То есть я правильно понимаю, что этот сертификат предполагает, что вот... — Финансирование идет из бюджета, и для ребенка это абсолютно бесплатно. — Ну и для родителей, соответственно. — И для родителей, соответственно. — Да-да-да. Вот 4 тысячи специальностей, на самом деле огромные. Где можно вот с этим всем ознакомиться? То есть есть какой-то некий ресурс, куда можно зайти, почитать, посмотреть и воспользоваться, и понять, вот куда идти. То есть где тебе удобно, где найти? — Электронный ресурс навигатора дополнительного образования. — То есть вот просто забиваешь в поисковике навигатор дополнительного образования и сразу же найдешь. Я просто для наших зрителей хочу подчеркнуть, что есть огромные возможности бесплатного развития ваших детей. Просто нужно не лениться, нужно пользоваться тем, что тебе предлагают. Да. И работа педагогов дополнительного образования не заканчивается с окончанием учебного года, а продолжается и в летний период, когда дети уходят на каникулы. Это работа педагогов дополнительного образования в лагерях дневного пребывания, в детских оздоровительных образовательных центрах. Охват детей очень большой. И хотелось бы сказать о детских оздоровительных образовательных центрах, которые имеют такую характерную особенность, в отличие от обычных лагерей летних. В них организуются с 1 июня по 31 августа профильные смены образовательные, которые проходят в двухнедельный период. И попасть ребенок в эту профильную смену может сам благодаря своим достижениям. То есть можно заниматься в этой системе топ-образования? Да. Нужно участвовать в различных конкурсах, в различных олимпиадах, проявлять свою активность, познавательную деятельность. Для ребенка участие в этой профильной смене и для его семьи бесплатное. И на базе этих детских оздоровительных образовательных центров организуются также различные занятия развивающего характера. То есть не просто дети отдыхают, но еще и занимаются там. Ну и тут как раз возвращаясь к тому, о чем я говорил, просто не лениться, а работать, стараться, быть активным. И возможности на самом деле огромные. Возможности огромные. Ольга Владимировна, вот если вернуться к году наставника и педагога, какие мероприятия пройдут в Самаре вот в рамках этого года? В рамках этого года педагога и наставника запланировано множество мероприятий. Мы понимаем, что говоря о наставничестве, мы имеем в виду не только сферу образования, но и различные другие сферы деятельности. Наставники есть везде, в любой сфере. Будь то транспорт, культура, спорт, опека, попечительство, производство какое-то. Поэтому, когда разрабатывался план года педагога и наставника, в него, конечно, были включены предложения от разных ведомств. И 31 января 2023 года состоялось заседание Общественного совета по вопросам образования с участием главы города Елены Владимировны Лапушкиной, на котором был утвержден план мероприятий, посвященных году педагога и наставника, план городских мероприятий. В этот план вошли самые яркие, самые значимые, знаковые события для города Самары. Конечно же, в нем есть и мероприятия традиционного характера, которые с года в год повторяются у нас, а также есть и новые мероприятия. Здесь есть и конкурсы профессионального мастерства для разных категорий, для учителей, для воспитателей детских садов, для логопедов, дефектологов, для учителей, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, конкурсы профессионального мастерства для водителей трамвая, троллейбуса, работников сферы культуры, спорта и различных других сфер. Здесь есть особый блок такой мероприятий, которые направлены на повышение престижа профессии. Это различные фестивали, конференции, это концерты, это честование педагогов. Отдельным блоком прописаны мероприятия, массовые мероприятия с участием детей. Почему это так важно? Потому что важен на самом деле не только труд учителя, но еще и вовлечение обучающихся в этот процесс. А раз вовлечены обучающиеся, значит вовлечены семьи обучающихся, а это жители нашего города. Поэтому здесь предусмотрены интересные массовые мероприятия с максимальным охватом жителей города. Ну и, конечно, заложены очень интересные медийные проекты, информационные проекты, которые расскажут жителям Самары и о самарских педагогических династиях, и об известных личностях в образовании, ну и о многом-многом другом. Вот когда все это начнется? Очень интересно, потому что вот когда уже начнется активная часть, потому что, ну, могу предположить, что, наверное, массовые мероприятия начнутся, когда погода будет более теплая. Когда все это будет в активной такой фазе? В активной фазе это начнется уже в ближайшее время. Конкурс, например, учитель года Самары, городского округа Самары, он уже завершен. Подходит к завершению конкурса воспитателя года. И идет большая подготовка к торжественной церемонии награждения лидера образования по итогам всех конкурсов профессионального мастерства в сфере образования. Кстати, всегда, знаете, было интересно, вот люди, которые побеждают вот на этих конкурсах, ну, помимо общественного признания, это отражается на их, скажем так, материальном благополучии. То есть я имею в виду, у них как-то растет их вот профессиональный статус, который позволяет им повышать более высокую заработную плату. То есть есть такое? Ну, конечно, есть, да. Учителя, которые побеждают в таких значимых конкурсах, они становятся наставниками. — И, соответственно, у них немножко другая, скажем так, тарифная сетка, выражаясь таким бюрократическим языком. То есть это, на самом деле, не только, ну, престижно, но это еще и имеет цель сараза. — Рост, да, конечно. — То есть это карьерный рост. Многие из них, кстати, делают карьеру, вот я имею в виду потом профессиональную, потому что я знаю, что у нас там, ну, люди, которые выиграли такие конкурсы, становились и директорами школы и так далее. Вот насколько это, кстати, помогает педагогу сделать хорошую карьеру и там возглавить, например, учебные заведения? Потому что хорошо, когда люди вот с таким опытом, они становятся руководителями. — Ну, люди, педагоги, которые становятся победителями таких конкурсов, они показывают свои лидерские качества. А это очень важные качества для управленца — быть лидером и вести за собой свою команду. И победить в таком конкурсе, наверное, очень сложно, не обладая такими качествами лидерскими. — Мне подсказывают, что время программы подошло к концу. Большое спасибо за интересную и содержательную беседу. Я уверен, что год педагога и наставника пройдет на самом высоком уровне. Ну и, соответственно, это поможет и детям, и родителям, потому что дети — это наше будущее. Спасибо. — Спасибо. — Напоминаю, в нашей студии была Ольга Фурашова, заместитель руководителя департамента образования администрации городского круга Самара. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова